Наталья потеряла мужа год назад. Кадровый офицер не вернулся в феврале 22-го. Ей одной из двумя детьми пришлось привыкать жить заново и решать проблемы на ходу. И тогда мы одни из первых были. Это было очень тяжело. Мы не знали, куда пойти. В трагичный и сложный момент семьи не должны оставаться одни. Помощь нужна и когда все живы, и бойцам, и их родным. Для этого в регионах России открывают филиалы фонда поддержки участников СВО. Алтайский центр появился одним из первых. Потому что частенько для того, чтобы какой-то конкретный вопрос решить, надо соединить деятельность разных ведомств, иногда разного даже уровня, где-то и федеральных, и местных, и вместе все это отработать. На краевом уровне есть такая координационная межведомственная комиссия. Она работает в муниципалитетах, такая работа организована. Но я убежден, что деятельность фонда, она будет, конечно, наиболее максимально, наверное, будет эффективна. Будут заботиться о всех людях, о всех ребятах, которые придут с операцией. И у них задача будет стоять, стоит задача уже дойти до каждой семьи, узнать проблему каждой семьи. И максимально, совместно, быстро, оперативно решить все вопросы. Это миссия социальных координаторов, особых кураторов семей бойцов СВО. В филиале свои социальные работники. На Алтае действует больше 30 мер поддержки. А в режиме одного окна можно поговорить насчет реабилитации, переобучения, трудоустройства или положенных льгот. В основном это компенсации на коммунальные услуги у нас оформляют, ежемесячные денежные выплаты. У них такая определенная степень незнания. Рассиренность. Бюрократическое поле, куча документов. Надо собрать, подготовить, чтобы получить медицинскую помощь, социальную поддержку. Для всех желающих открыта комната группового общения, где выговариваются, выплескивают эмоции в творчестве, находят соратников. Уходят в себя и потом начинают творить всякие глупости. А когда вместе есть общий интерес, он начинает думать дальше про жизнь, как мы сложим жизнь. Психологическая поддержка – особая функция. Справляться с реальностью помогает в нескольких кабинетах. Помощь требуется часто. Боевые действия накладывают отпечаток. Находился на передней зоне. То есть там команда пришла и все, поехали. У вас был шок? В первое время, конечно, но опять же недолго. То есть ты понимал, что если ты этого не сделаешь, то сделают враги. Но чувство страха постоянно присутствовало? Да. Постоянно? Постоянно. Кем я был до? Прежде всего, учителем истории, тренером в прошлом году. Просто, в принципе, сыном своих родителей. В прошлом году специалисты различных ведомств нашли решение более двум тысячам обращений участников спецоперации и их родных. Им оказали поддержку на сумму полтора миллиарда рублей. С открытием филиала, где все специалисты собраны в одном месте, оказание всесторонней помощи будет еще более быстрым и эффективным. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.